приветствую своих подписчиков и так долгожданно мастер очка от youtube канала навколо водой вокруг водоемов и так сегодня вам покажу свою мастер очку яку конечно я уже дивился в ютубе но я трохи еще и доделывал чем суть доделки бул чтобы она дольше пролежала о чтоб не списал ну и кое-что там все добавлял что при бабула более-менее аппетитный поднимался и что тоже она за той вещи жеку добавлял чтобы она тоже не быстро прокисала потому что за неделю можно на 2-3 рыбалки зиздать я что ж все же надо так же подольше воно все было и так давайте начнем ось у меня мерочка ось у меня горох ось у меня манка куркума соль так насыпаем горох я буду насыпать 25 грамм гороху потому что я на 2 на 2 на 2 рыбалочки 2-3 рыбалочки зачем мне богата 25 грамм кофемолка высыпаем кофемолку закрываем да было мука магазинах я ее не бачу хорошенько надо зарыбивать вышла мука так о оце воно good не еще разочек что-то трошки есть крупынкой все вот все хорош так так теперь нам 25 грамм манка то есть один к одному 25 грамм и еще трошки ну а вы уже сами дивиться хочете бато зробить там брете 100 грамм того 100 грамм гороха 100 грамм манки ну и все перемешивайте тоже по дозировке сами дивитесь сколько по якому количеству вам надо так вода надо вот водички если у нас 25 грамм гороха 25 грамм манки значит на на 50 грамм воды один кодинку двум получается ну все равно будем посмотрим я всегда посмотрю бува не доливаю трошки но я тут набрал больше чем 50 грамм где-то 65 грамм до ложечка перемешиваю до ложечка перемешиваю ну вот бачки я 65 грамм ну 50 грамм 50 грамм до 50 грамм надо было вот это лишняя вода 15 грамм 15 грамм лишних вышло все все перемешиваем хорошенько и ставим в микроволновку микроволновку я ставлю постепенно сначала одна минутка вынял перемешал ага соль щепоточку солю щепоточку не більше щепоточку вот так хайся соль раствориться пив минуточки вона раствориться соль да и короли рыбка есть ну вам же было не соленое было я тебе кажу щепоточку чуть-чуть она остается голодного на его голод просыпается от соли и соль не дает так быстро прокисать я ж говорю я сюда делаю так чтобы моя насадка на крючок не было одноразово то есть я раз ездил на рыбалку все она холодильнику положила уже кислый мне так чтобы за недельку пару раз вся насадочка была в работе и недельку она у меня стоит холодильнику я уже проверял за недельку не прокисало ну все равно поначалу робить для себя не много морстырки собей чтобы не переводить можно это сразу не получится у вас ребятам 25 грамм манки 25 грамм гороху пробуйте пішли попробовали половили понравилось надо уже больше зробите себе так все вставим холодильник ой кажу в холодильник в микроволновку ставлю пока на одну минуту на одну минутку запускаем вот теперь вынимаем надо все все перекалаш матить потому что все тут еще не дошло и она трошки перекалаш матить и опять же ставим в микроволновку ну а тут уже друзья надо дивиться по факту что у нас виходит все в тарелки практически вот эти куски они уже практически готовы их надо смешать с тем жидким и о и трохи щепить сушить мы и не варен это мы и просто під сушим получается микроволновки и зато и за счет то что мы и пить сушим вона довше у ней запах лучше в воде и вона пахнет горохом потому что когда мы варим и им запах и свойства гороха вон и вываривается и вона уже запах не тот но одна первой рыбалки до запах может быть чуть более менее там десь 6 а уже сия 5 и взять на рыбалку другий раз там на следующий день то она уже все запаха в ней в общем я ставлю минуту на микроволновке что минута тут минимум что поставить можно а так буду посматривать чтобы трохи пиццу сила а ну пив минутки будет полторы так так о о о о о о о о о все вон о о о о о о о горячая ой а так все в целую сябусе вону мы оставляем на минут 10-15 чтобы оно остыло и дальше продовжим я покажу что дальше так все мостырочка тепленько в руках держать можно берем олию ну желательно желательно олику конечно домашнюю запаху ну мы не иным смачиваем руки берем ага куркуму сразу посыпать подозировки куркумы друзья ну тут уже я вам так скажу чуть-чуть чуть-чуть от так на глаз ну в третью часть чайной ложечки допустим тоже нельзя переусердствовать куркуму и воно все надо умело третью часть чайной ложечки все тепло цена перемешивать все мы тщательно перемешиваем руки валики сейчас она все пропитается о сегодня пойдем на рыбалку пробовать на ней ловить ну я уже пробовал мы уже сами сегодня попробуем сейчас сделаем и как раз отлично отлично и обязательно после того как мы ее забацали не надо ложить сразу в кульочок и не в холодильник потому что холодильник только после того когда она уже полностью остыла ой а запах пів метра от моего носа и горохом так пахнет так пахнет хух просит мастерки любит тоже мастерку им все люби все каши шоу рыбе варю тоже есть не пишу на я же сегодня с утра уже наивши так ну шо все мастерочка у нас огонь да когда вы перебачите да она должна на рыбалке всегда будет закутана в кульочку или чуть-чуть открыта чуть-чуть чтобы только вы могли отщипывать оттуда и всегда в кульочку с рыбалкой приезжают кульочек и это она будет подсыхать это нормально так и должно быть она бы со временем подсыхать о но она будет пахнуть она будет пахнет и она будет долго держаться у вас в ему то на ней ездить в течение недели и она будет запахом будет запахом постоянно хоть она бы трошки жесткого то ну когда она воду попадает мастерочка то она размягчается и рыбка и нормально золотой все ну сегодня проверим папа покажу вам порой бачена поплавочек не знаю на на по поводу дальних забросов не пробовал не пробовал на кормушке чиплять я думаю вы можете сами попробовать на кормушке чиплять тоже спаде не спаде ну я закидал удочку хорошо резко так закидал удочку ничего воно не спадало все мастерка готова можно выезжать на рыбалку рыбачить и сейчас мы с вами это проверим и попалом на чем мастерочку он все покажу все друзья если вам стало это видео полезным понравилось пишите комментарии ставьте лайк всегда можете поддержать youtube канал любыми способами отблагодарить все принимается все поехали